Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, хочу сказать, что наш проект «Жилье и городская среда» естественно непосредственно затрагивает интересы большинства российских граждан и является залогом успешного преодоления социально-экономического кризиса в стране, вызванного пандемией коронавируса. Учитывая, что этот кризис по своей природе отличается от кризисов 2008-2014 годов, от правительства, Минстроя требуются во многом нестандартные, ранее неопробированные меры, способные устранить последствия строительной отрасли в сфере ЖКК. Кратко остановлюсь на текущем исполнении НАСПроекта, реализация которого осуществляется на фоне существенного сокращения доходов региональных бюджетов. Так, на 14 июня текущего года, хочу обратить ваше внимание, по оперативным данным, 76 субъектов без города Москвы, прогнозируемые объемы выпадающих доходов консолидированных бюджетов до конца года составят 1,3. Как и в предыдущем году, отмечается недостаточно высокое кассовое исполнение по расходам федерального бюджета, которое на 1 июня текущего года составило только 41 миллиард. Это 36 процентов, общая сумма 113. При этом, аналогично, в 2019 году указанный уровень кассового исполнения обеспечен в основном за счет перечисления Минстроем и имущественного взноса в фонд ЖКХ, это 35,4 миллиарда. По федеральному проекту жилье исполнение составляет порядка 13 процентов, по проекту комфортная городская среда 4,4 процента. Низкое кассовое исполнение по указанным проектам свидетельствует о наличии рисков неосвоения регионами средств в 2020 году в полном объеме и, соответственно, образовании последующего возврата в федеральный бюджет значительных остатков неиспользованных средств. Кроме того, при реализации мероприятий по комфортной городской среде, это и коллеги отмечают, и в предыдущие годы привести к вмещению существенного объема работ на неблагоприятный погодный период. Мы об этом знаем, и вы об этом тоже знаете. При этом счетная палата в целом согласна с позицией Минстроя об отсутствии значительных рисков при реализации в 2020 году комфортная среда и устойчивое сокращение непригодного для проживания аварийного жилищного фонда, а также жилье по реализации программы «Стимул». При этом хочу отметить внимание Минстроя на необходимость принятия мер воздействия к органам власти регионов Ингушетия, Тыва, Приморский край, до настоящего времени не завершивших программу переселения в 2014-2017 годах. Так, в трех указанных регионах не расселено 3000 человек, проживающих 37 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Счетная палата также неоднократно высказывала замечания по поводу действующей методики, но сейчас здесь в зале как раз было обсуждение, коллеги это поднимали. Разница между стоимостью квадратного метра по методике Минстроя фактической стоимостью в регионах отличается. К примеру, в Сахалинской составляет 55%, в Крыму 61%, в Нижегородской 67%, в Алтае 71%. Не буду повторять, уже Владимир Владимирович сказал, что они действуют в этом направлении. Надеюсь, что Минстрой ускорит принятие разработанного им проекта приказа об утверждении новой методики, позволяющей максимально приблизить определение средней стоимости одного квадратного метра к фактической стоимости жилья в регионах. В настоящее время наибольшую озабоченность вызывает выполнение установленного от нас проектом показателей по вводу жилья. Я отмечу, что этот показатель не был достигнут еще в нормальных условиях в прошлом году. В этом и ввод году достижение еще больше осложнено экономическим кризисом. Высокая вероятность достижения указанного показателя, признаваемый Минстрой, обусловлено такими рисками. Снижение спроса на жилье, приобретаемое через ипотеку из-за сокращения доходов граждан, увеличение стоимости строительства жилья, при одновременном сокращении объемов в ввода и реализацию, увеличение числа проблемных объектов. Мы понимаем, мы недавно посмотрели в фонд, то, что касается дольщиков, там есть серьезные проблемы. И, конечно, один из элементов, которым Минстрой должен заняться, и сейчас сказал об этом Владимир Владимирович, это общенациональный план по восстановлению мер экономики, меры приняты, деньги выделены, суммы приличные. И то, что касается индивидуального жилищного строительства, считаем, что это может стать локомотивом, потому что эта тема сегодня после кризиса востребована. Спасибо большое.